Всем привет, друзья! С вами сегодня Виктория Марс и, пожалуйста, для начала нашего видео поставьте мне лайк и подпишитесь на мой канал. Сегодня я хотела бы вам показать свою квартиру, куда я переезжала в течение этого месяца и почему я всё-таки не снимала видео, потому что у меня просто тупо не было времени. То есть за месяц, прошлый месяц, февраль, мне надо было найти жильцов на свою старую квартиру, потому что я нашла новую квартиру и нужно было срочно сюда съезжать. Вот, потому что в моей местности, где я нахожусь, найти квартиру нормальную это невозможно. Это вот реально невозможно за нормальные деньги. Сейчас стоимость моей квартиры 1700 долларов. Это, как все говорят, дохуя, но у меня нет другого выбора. Квартира стоит 1700, одна комнатная, и получается у меня кухня совместно с гостиной, но там много места. Так что сейчас буду вам всё показывать, ещё заодно буду с вами общаться, потому что тупо просто не было времени. Но эта квартира стоит того, и стоит того, чтобы на неё взвернуть. Так что поехали. Я очень сильно извиняюсь за шум, но у меня работает посудомоечная машинка вот там, и поэтому по-другому никак не получится снять видео, потому что завтра я буду занята, и вообще я всё время занята. Короче, теперь это новая моя квартира. Вот здесь у меня вход. Здесь у меня получается. Я тут мою посуду, посудомойка, микроволновка. Сюда я складываю обычно воду, холодильник, плита, кофеварка моя. Вот, в холодильнике у меня зовут. Да хрена просто место. Надо закупиться такой продукт. Буду тоже, кстати, сейчас ночью этим заниматься, потому что потом времени не будет. Я просто заказываю на определённое время, мне привозят. Так, что тут возле входа? Возле входа тут такой, типа, небольшой шкафчик, и тут можно поскладывать свои вещи, как небольшая гардеробная и место для обуви. Ну, неплохо, короче. Вот, там тоже куча вот этих всяких шкафов есть, куда что складывать. Ну, короче, очень удобно и особенно классно, потому что мы прямо сюда на стене. Вот, теперь тут идёт у меня гостиная зона. Тут вообще должен стоять диван, а там будет стоять денег, но пока что у меня нет на это денег, поэтому пока что вот так. И робот-пылесос. Вообще идеальная просто вещь. Я его сегодня вырубила два раза, за два раза. Вообще всё идеально. Убрал все волосы, собрал всю еду, пособирал, чтобы обманывал. Вот так вот. На лакшери стаде. Тут у меня стоит стол с ноутбуками. Вот. И ещё мы не должны подвести ещё один стол. Я его поставлю вот здесь. Вообще я хотела здесь засунуть тумбочку, ещё одну, потому что мне места не хватает для вещей. Ну, скорее всего, я её засуну в гардеробную, а тут поставлю стол. Вот. Также тут стол со стулом. И тут у меня зарядная станция для всего. Тут у меня кондёр есть, что относит. Самых таких важных тоже. Тут у меня такой, типа, небольшой балкончик для гриля или ещё чего-то. Вот. И тут у меня, получается, уже спальня. Заходим. Отдельная комната спальни. И тут тоже такое, типа, ай, блин, закрыто шторами. Не хочу уже открывать, просто сейчас ночь. И скоро буду спать ложиться. Но там тоже окна такие. Получается, они почти шов пол. Ещё терморегулятор. Если я регулирую сколько хочешь, но я регулирую там 22-23 максимум, мне больше не надо. Я люблю просто дышать теперь свежим воздухом. Вот. И отсюда, плавно переходя из комнаты, идёт дверь и гардеробная. Ещё мне нравится то, что выход в туалет. Вот так вот. У меня всё тут сложно. То, что выход в туалет есть из-за своей комнаты, получается вот эти вот через гардеробную сюда. Из кухни. И это очень удобно, если ты находишься на кухне, просто зашёл сюда и всё. Так, и теперь самое такое место. Это у меня вот такой умывальничек. Тут приличненький. Тут кучу места внутри этой полочки. Вот я тут всё свои причиндалы свалила. У меня для одного человека идеально. Тут туалет с пиде. И душ с ванной. Только проблема с душем в том, что вот эта штука, вот эта штука не вмещается вот туда. И поэтому мне придётся покупать какую-то новую фигнюшку вместо этой крутить или что-то делать. Извиняюсь. Просто реально устала уже. И тут у меня за дверцей идёт просто, получается, стиралка и сушильная машина. И вот тут у меня средства. Ну, короче, очень удобно. Всё компактненько, красиво и шикарно. Тут у меня даже весы есть, которые мне на работе вообще бесплатно дали. Потому что у меня есть система поинтов. Если я накапливаю эти поинты, потом, получается, можно их тратить и покупать себе, что хочешь за них. Ну, вот так вот у меня как-то вышло. Сейчас покажу вам ещё более подробно. Тут я храню свои эти штучки. Тут у меня чашки и всё остальное лежит. Пепельница стоит, но я уже не курю. Я уже бросила кучу. Короче, всего и куча здесь всего стирается. Кстати, вот этот набор, вот этого всего синего, я заказывала вообще за 54 доллара на мой взгляд. Он вообще гениальный. Тут у меня типа конфетки лежат, но это ещё будет затаяться. Тут у меня полка для кофе, сахар. И видите, там пустая полка вообще. Тут тоже всё пустое. Ну, короче, место до хрена. И тут пустое, но тут вот стоит какие-то приправы у меня и всё. Тут у меня тоже всякие соль, мука, ещё какие-то фигня, супы. Короче, у меня куча всего. Тут у меня типа отделение для воды, но я обычно воду достаю. Да, надо было, кстати, этим заняться. Вот тут у меня типа мусорник и кучу пакетиков. Дэвид и ещё там что-то. Вот, так же вот так. Пошёл вам ещё показать такого интересного. Ну, в принципе, наверное, вот такая вот у меня квартиробная, короче. Вот. А ещё мне нравится то, что у меня свечки все на пульте. Можно выставлять 8 часов 4, они автоматически выключаются, так же удобно. Так же вот такая вот небольшая в виде квартира, она у меня достаточно вообще шикарного роста. Так что вот такой вот у нас видосик получился. Извините, может быть, немного информации, ещё чего-то, но просто у меня реально уже нету сил. Я уже, знаете, на последнем, блядь, я не знаю, вздохе нахуй живу. Я просто до этого, у меня получается, завтра будет чуть-чуть свободного времени, но до этого я работала вообще тупо 5 часов, 5 дней подряд, и не по 8 часов, то есть 4 дня я работала по 8 часов, а пятый день я работала 15 часов. Короче, я вообще уже схожу с ума, и мне надо сначала отойти от этого всего дерьма, успокоиться, знаете, привести всё в порядок, потому что сейчас даже вот ночью я пришла домой, я не могу лишь спать, вот, сука, не могу, потому что мне надо сделать эти ёбаные налоги дебильные, такс вот этот отправить мужику, чтобы он мне помог с этим всем сделать, потом мне надо ещё что-то заказать продукты, ну, короче, я никогда не сплю, я никогда не отдыхаю, я, блядь, работаю, сука, 24 на 7, и я уже, если честно говоря, я заебалась. Вот, и в прошлом месяце было вообще пиздец как хуёво, потому что у меня была прям жопа огорела нахуй от этой всей хуйни, что надо сдать одну квартиру, блядь, сука, съехать на другу. Извините, просто уже других слов нету, кроме матов, потому что всё вот у меня в печёнке сидит, достало у меня всё. Короче, ещё мне рассказывать, у себя, зачем тебе такая дорогая квартира, живи там, где ты живёшь за 3 копейки, пусть у тебя потолок обвалится, затопят тебя и так далее. Нет, спасибо, ребята, я всю жизнь прожила в своей жизни, так как я тебя не хочу жить, и всю жизнь экономила, блядь, и жила похуёвому, спасибо, а теперь я не собираюсь жить похуёвому и экономить. Вы хотите экономить, вы экономите. Я, может быть, вообще, блядь, завтра сдохну, и меня не будет, так что мне не к чему экономить и жить, извините, в квартире не за 1700, а за 900. Да, но экономия, блядь, всю жизнь. Нахуй она надо, такая жизнь. В общем, поэтому следующая моя цель из того, что я хочу купить себе, это самокат, потом это будет телевизор, PlayStation и всё такое. И, в принципе, пока что всё будет на этом. Потом, может быть, я куплю себе машину, но пока что мне не нужна машина, так как если будет самокат, мне ехать в аэропорт 15-20 минут на самокате, мне не нужна машина. Зимой я могу, в принципе, 3-4 месяца и так поездить без машины. Я имею в виду без самоката на автобусе. Так что вот такое вот у нас вышло видео. Поставьте мне, пожалуйста, лайк. Подпишитесь на мой канал. И до новых встреч. Увидимся с вами через неделю. Я обещаю, что через неделю я выпущу видео. Просто обещаю. Я себя заставлю. Я выпущу новое видео, да, ещё через неделю. Спасибо всем большое, кто был со мной. Всем хорошей недели, хороших выходных. И увидимся с вами ещё на следующей неделе. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok